Советско-финская война – это конфликт между Советским Союзом и Финляндией, целью которого было изменение границ с инициативой СССР, дабы обезопасить один из своих важнейших городов – Ленинград. Приглашаю вас оценить достойный канал World Heraldry. На нем вы увидите занимательные видео об истории финских правителей, польских правителей. Не стоит забывать также посмотреть историю флага Нидерландов или вовсе историю Финляндии. Канал специализируется на геральдике, то есть на изучении гербов. Видео про эту дисциплину здесь очень много, поэтому заскучать с таким контентом вы точно не сможете. World Heraldry. Ссылка в описании. В 1917 году после распада Российской империи образовалась новая страна – Финляндия. Вместе с обретением независимости финские патриоты начали распространять идею Великой Финляндии. Ее территории захотели расширить во всех направлениях. Поэтому Финляндия и РСФСР, чтобы предотвратить потенциальную войну, подписали Тартурский мирный договор о ненападении. Однако радикальная форма панфинлонизма имела настолько сильное влияние в обществе, что, по словам народного комиссара по иностранным делам СССР Литвинова, Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как Финляндии. 23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении. По секретному дополнительному протоколу к договору, Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР. 5 октября Советский Союз предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР аналогичного пакта о взаимопомощи. Правительство Финляндии заявило, что заключение такого пакта противоречило бы занятой ею позиции абсолютного нейтралитета. К тому же договор о ненападении между СССР с Германией уже устранил основную причину требований Советского Союза к Финляндии – опасность нападения Германии через территорию Финляндии. 5 октября 1939 года финляндские представители были приглашены в Москву для переговоров. На них впервые зашла речь о близости границ к Ленинграду. Иосиф Сталин отметил, мы ничего не можем поделать с географией, так же как и вы, поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу. Главные тезисы были это Первое. Финляндия переносит границу на 90 километров от Ленинграда. Второе. Оба государства разоружают свои укрепления на Корейском перешейке. И третье. СССР передает Финляндии территорию в Карелии общей площадью вдвое больше, полученной от финской стороны. 5529 квадратных километров. СССР предложил обмен территориями, при котором Финляндия получила бы более обширные, но менее стратегически ценные территории в Восточной Карелии, в Реболах и Параярве. Финское правительство отказывалось принимать советские условия, так как, по их мнению, эти условия далеко выходили за рамки вопроса обеспечения безопасности Ленинграда. 3 ноября 1939 года советская газета «Правда» написала «Мы отбросим к черту всякую игру политических картежников и пойдем своей дорогой, несмотря ни на что». Наступило временное затишье, которое финское правительство посчитало подтверждением правильности своей позиции. 28 ноября было объявлено о денонсации договора о ненападении с Финляндией, а 30 ноября советским войскам был дан приказ к переходу в наступление. План СССР Стратегия войны с Финляндией предусматривала развертывание боевых действий на трёх направлениях. Первым из них было направление удара на Корейском перешейке, где предполагалось вести прямой прорыв полосы финской обороны в направлении на Выборг и севернее Ладожского озера. План Финляндии На линии Маннергейма предполагалось задерживать противника как можно более длительное время. Концентрация сил у водоёмов, в частности у Ладожского озера. Финское командование рассчитывало, что все принятые меры гарантируют быструю стабилизацию фронта на Корейском перешейке и активное сдерживание на северном участке границы. Считалось, что финская армия сумеет самостоятельно сдерживать противника до полугода. По стратегическому плану предполагалось дождаться помощи от Запада, после чего провести контрнаступление в Карелии. Официальным поводом к войне стал майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной ноты, в которой заявлялось, наши войска, расположенные на Корейском перешейке у границы Финляндии около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Начало войны 30 ноября 1939 года рабочая крестьянская Красная армия атаковала финские части на Корейском перешейке. В тот же день были взяты населённые пункты Ко-Кала и Келомяки. 1 декабря финские части отступают из Терриёки, а 6 декабря в районе реки Тайпале советские войска уперлись в линию Маннергейма. Для советских войск эти бои стали наиболее тяжёлыми и кровопролитными. Советское командование имело лишь агентурные данные о полосах укреплений на Корейском перешейке. В результате этого выделенные силы для прорыва линии Маннергейма оказались совершенно недостаточными. После того, как советские войска остановились на линии Маннергейма, была предпринята попытка наступления в Ладожской Карелии. У одноимённого озера была окружена стрелковая дивизия Красной армии. 15 тысяч красноармейцев попытались 28 февраля пробиться из окружения. 1200 человек сумели выйти, а остальные были ранены или обморожены. Пользуясь преимуществом в мобильности, отряды финских лыжников блокировали дороги, забитые растянувшимися советскими колоннами, отрезали наступавшие группировки и затем неожиданными атаками со всех сторон изматывали их, стараясь их уничтожить. Бои в Заполярье Самыми успешными были действия советских войск в Заполярье, когда они в ходе сражения Припет-Само вышли к норвежской границе и лишили Финляндию выхода к Баренцеву морю. Из-за вытянутой северо-восточной границы Финляндии, Советы смогли спокойно отрезать её от основной финской земли. Благодаря блокировке Финляндии побережья к морю, взаимодействуя с Северным флотом, РККА уже 30 ноября смогла овладеть полуостровами Рыбачий и Средний, а 2 декабря и городом Пет-Само, ныне Печенга, заполярские советские операции выявились удачными из-за замерзания в этой местности болот, которые, например, очень мешали на Карельском перешейке. Бои в Северной Финляндии Из района Советской Карелии в направлении Ботнического залива было предпринято наступление 9-й армии РККА. Посёлок Суумусалми был занят 7 декабря. Однако вслед за этим дивизия Красных была окружена меньшими по численности силами финнов и отрезана от снабжения. Не дождавшись подмоги, колонна РККА в конце декабря под постоянными атаками финнов оказалась вынужденной прорываться из окружения, при этом теряв 30% личного состава и большую часть техники и тяжёлого вооружения. После чего финны перебросили высвободившиеся силы, чтобы окружить и ликвидировать дивизию противника, что шла как подмога, и к 8 января она была полностью уничтожена в сражении при Раадской дороге. Для финнов эти бои закончились огромным успехом. Они взяли в плен выживших красноармейцев, забрали 137 танков, около 100 тысяч разных видов орудий и до 400 единиц транспортной техники. Командиры и полковые комиссары красных дивизий были отстранены или расстреляны. Затишье Боевой дух красноармейцев был невероятно низок. Командиры и генералы РККА отсутствовали, поэтому на фронте наступило относительное затишье. В течение всего января и начала февраля шло усиление войск, пополнение материальных запасов и переформирование частей и соединений. Также были созданы подразделения лыжников. Финская сторона в этот период также продолжала пополнение войск и снабжение их поступающим от союзников вооружением. Одновременно продолжались бои в Карелии, и если в одних местах занятые рубежи удерживались, то в других войска отходили кое-где даже до линии границы. Прорыв линии Маннергейма 1 февраля 1940 года Красная Армия, подтянув подкрепление, возобновила наступление на Карельском перешейке по всей ширине фронта. Красная Армия направилась на финский посёлок Сумма. Потерпев неудачу, дивизии советов перешли на запад и оттуда совершили удар, который получился довольно разрушающим для оборонительной стороны. В ходе трёхдневных напряжённых боёв, войска 7-й армии РККА прорвали первую полосу обороны линии Маннергейма и ввели в продыв танковые соединения, которые приступили к развитию успеха. К 17 февраля части финской армии были отведены ко второй полосе обороны, поскольку создалась угроза окружения. На следующий день финны начали плотинами закрывать проливы и озёра, благодаря чему вода через некоторое время начинала изливаться в направлении атаки противников. Однако спустя 4 дня непрерывных попыток прохода через воды 7-й армии РККА удалось пройти препятствия, хотя и с огромным количеством потерь. Из-за концентрации советских войск на мелких перешейках 26 февраля финские военно-воздушные силы пытаются наносить бомбовые удары в глубоком тылу противника. Бомбёжки также подвергаются железнодорожные станции и аэродромы в районе недалеко расположенных от линии фронта. Используются фугасные, химические и зажигательные бомбы. 28 февраля Северо-Западный фронт РККА начал рассосредотачиваться и наступал линиями. Видя невозможность остановить шеренги, финские войска отступили. Узнав о многочисленных смертях после воздушных бомбардировок, финские генералы призвали свои дивизии прекратить использовать военно-воздушные силы на плотных скоплениях войск противника. Воспользовавшись этим, 7-я армия РККА штурмовала и вошла в Выборг. Советы подошли к новоопределённым границам Финляндии. Формально война была выиграна Советским Союзом, но считается, что это не так, поскольку, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда всего на 90 километров, Красной Армии пришлось понести колоссальные потери. Итоги войны. Финны широко применяли тактику партизанской войны. Небольшие автономные отряды лыжников, вооружённых автоматами, нападали на двигавшиеся по дорогам войска преимущественно в тёмное время суток, а после нападений уходили в лес, где были оборудованы базы. Наибольшую опасность представляли снайперы-кукушки, которые вели огонь с деревьев. К марту 1940 года финское правительство осознало, что несмотря на требования продолжения сопротивления, никакой военной помощи, кроме добровольцев и оружия, Финляндия от союзников не получит. После прорыва линии Маннергейма, Финляндия заведомо была не в состоянии сдержать наступление Красной Армии. Стала реальная угроза полного захвата страны, за которым последовало бы либо присоединение к СССР, либо смена правительства на просоветское. СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера и обезопасил Мурманск, который также находился вблизи финской территории. За развязывание войны 14 декабря 1939 года СССР был исключён из Лиги Наций. Территориальные изменения В результате потери Карельского перешейка, Финляндия лишилась имевшейся системы обороны и стала в ускоренном темпе возводить укрепления по линии новой границы – линия Салпа. Тем самым была отодвинута граница от Ленинграда с 18 до 150 километров. Всего по результатам Советско-финской войны Советский Союз приобрёл около 40 тысяч квадратных километров финских территорий. Эти земли Финляндия вновь заняла в 1941 году на ранних этапах Великой Отечественной войны, а в 1944 году они снова отошли к СССР. Потери Согласно официальному заявлению, опубликованному в финской печати 23 мая 1940 года, общие безвозвратные потери финской армии за войну составили 22 тысячи человек, а ранеными – 40 тысяч. Согласно советским донесениям на 15 марта 1940 года, раненых больных обмороженных – 248 тысяч, убито и умерло на этапах санитарной эвакуации – 65 тысяч, умерло в госпиталях – 15 тысяч, пропало без вести – 14 тысяч, всего безвозвратных потерь – 95 тысяч. Ну а на этом всё, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите своё мнение касательно советского и финского командования в ходе войны, ну а я пока пойду, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok